Внимание! Содержит сцены распития спиртных напитков и употребления наркотических веществ. Употребление алкоголя и наркотиков вредно для здоровья. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению вышеуказанных веществ. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и других вредных веществ, в том числе запрещенных законами Российской Федерации. Ян Бодевский «Механика невозможного» Книга пятая «Великие дома империи» Глава первая Подлодка – мечта любого советского мальчишки. Круче только орбитальная станция. Но я не советский мальчишка. Детство в СССР – лишь крохотный осколок мозаики, в которую превратилась моя жизнь из-за бесконечных перерождений. Поэтому коридоры, люки и тамбуры Шагота наводили на меня смертную тоску. Спуститься по грохочущему трапу рубочного люка, протиснуться мимо каких-то приборов и рулей, пультов, экранов и циферблатов. Снова трап, опять люк. «Первым шел Джонс. Дальше я». Паттерсон и Берлиоз замыкали процессию. «В тесноте, как говорится, да не в обиде», – с легким акцентом заметил миллиардер. «Кажется, так у вас говорят». «В какой-то момент я обнаружил, что кинетик с телепатом исчезли, а вместо них появился молчаливый персонаж с амулетом на шее и ножом у пояса. От персонажа веяло мощью и готовностью убивать. Иезекиэль Джонс оказался подтянутым и крепким мужчиной лет шестидесяти. Очень хороших шестидесяти. Так выглядят люди, большую часть жизни проводящие в путешествиях, спортзалах, саунах и массажных салонах. Люди, которые следят за своим здоровьем при наличии денег. Сказывается и одаренность, конечно, но встречал я одаренных, которые выглядят гораздо хуже в свои тридцать или сорок. Миллиардер отрастил себе небольшую бородку, предпочитал носить длинные седые волосы и совершенно не переживал по поводу того, что разгуливает по субмарине в джинсах и шерстяном свитере. Мне этот тип напоминал одновременно постаревшего Атоса и Ричарда Брэнсона. Не удивлюсь, если он и парочку бесхозных островов себе прикупил. И да, это тот самый волчара, с которым я склестнулся в Баку. Правда, сейчас мистер Джонс не был вооружен своей тростью, никуда не телепортировался и вел себя благоразумно. Более того, он ни словом не обмолвился о нашей встрече, сопутствующей схватке и взаимных претензиях. А самое отвратительное, этот седовласый джентльмен знает, что я пользуюсь огнестрелом. Перед глазами сразу всплывает сцена, где я стреляю в ногу миллиардеру, разбрызгивая кровь по ковру гостиницы. И он на минутку продолжил преследование. «У нас тут полная автономия», — продолжал вещать Джонс. «Опреснители, генераторы воздуха от предтеч, запасы еды на три месяца. Камбус, тренажерный зал, комната релаксации, кают-компания». «Комната релаксации?» — удивился я. «Шахматы, телевизор, кресло-качалки», — пояснил миллиардер. Встроенный аквариум с рыбками очень успокаивает. Особенно в автономном плавании, когда неделями не поднимаешься на поверхность. Это еще зачем? Вы не поверите, Сергей, сколько заброшенных предтечами колоний затаились на дне Мирового океана. Огромное количество. Именно там я раздобыл многие артефакты, которые, в том числе, встроены в систему управления Шагота. Джонс начал спускаться по очередному трапу, настолько узкому, что мы едва не задевали стены плечами. Трап вывел нас, вы не поверите, в коридор. Стены этого коридора были скрыты завогнутыми книжными полками. «Моя библиотека!» — в голосе Иезекииля послышалась гордость. Наиболее редкие экземпляры. Инкунабулы — реплики древних манускриптов. Раритетные издания, купленные на аукционах. Я мельком взглянул на корешки. Книги выглядели очень древними, но за их состоянием тщательно следили, о чем свидетельствовало отсутствие пыли и новенькие переплеты, сделанные под заказ. Преобладали латинские и греческие названия. «А вот и кают-компания!» Миллиардер остановился у неприметной двери, утопленной в систему хранения. «Прошу ничему не удивляться!» Дверь отворилась, и мы вошли. Удивляться было чему. Отсек, отведенный под кают-компанию, был довольно просторным. Скошенный потолок, обшитый светло-коричневыми и бежевыми панелями. Встроенные лампы дневного света. Четыре деревянных стола на шесть персон каждой. И застекленные ниши, превращающие обеденное пространство в музейную экспозицию. Я не особо старался рассматривать, что Джонс поместил под эти витрины, но есть подозрение, что артефакты. Впрочем, меня поразило не это. Среагировав на звук хлопнувшей двери, к нам повернулись люди, с которыми я уже встречался, при весьма неблагоприятных обстоятельствах. Кирилл Спиранский, коллекционер из Невополиса, у которого я стащил компас в прошлом году. Тридцать лет, тонкие усики, подкрученные вверх. Эдакий пуаро местного разлива. Бородку Спиранский сбрил и визуально помолодел лет на пять. Вторым человеком была женщина. Мое почтение, герцогиня. Беру себя в руки и вешаю на лицо доброжелательную улыбку. Одновременно усиливаю ментальные блоки. Давно не виделись. Тебя слишком много, кромсатель. Воронова не выглядела удивленной или раздосадованной. Но мне это нравится. Люблю целеустремленных товарищей. Все в сборе. Бодро вклинился в разговор Джонс. Представлять, я так понимаю, никого не нужно. Этот воришка едет с нами, подал голос Спиранский. Схренали. Этот, как вы изволили выразиться, воришка, парировал миллиардер, на данный момент обладает компасом и имеет достаточно силы, чтобы удержать добычу. С этим трудно спорить, поддержала англичанина-герцогиня. Я видела его в деле. Как и все мы, кивнул Джонс. Это он во многу прострелил в богине ветров. Не смог удержаться от подколки Спиранский. Странно, что вы не захотели поквитаться с мальчишкой после того случая. Сэр. Последнее слово было выделено голосом не случайно. Спиранский как бы намекал на аристократическое происхождение миллиардера и честь, которая была попрана жалким беспризорникам. Только вот времена меняются. И старые враги вполне могут стать деловыми партнерами. Он больше не мальчишка. Холодно произнесла герцогиня, которой тоже не нравился Спиранский. А вполне себе титулованная особа. Барон, присягнувший на верность дому Эфы. Никакой присяги я, разумеется, не приносил. Эту формальность мы с князем опустили, понимая, что никто ничего соблюдать не будет. Вот, значит, как, усмехнулся Спиранский. И это меня должно впечатлить. Меня, например, не впечатляет ваше присутствие здесь. Спокойно рассматриваю типа, вызывающего во мне антипатию. У меня компас. У Сэра Джонса знание о том, где искать великий артефакт. Среди нас лишнее звено вы не находите? Глаза Спиранского полыхнули яростью. Рука потянулась к несуществующим ножнам и застыла на полпути. Значит, миллиардер побеспокоился о том, чтобы по его субмарине не разгуливали вооруженные идиоты. «Давайте все остынем», — примеряюще заговорил британец. «Каждый из нас имеет счеты с этим юношей, но у нас общая цель. И ради этой цели придется забыть о разногласиях». «Они оба из клана», — пробурчал Спиранский, скрестив руки на груди. От него так и веяло неприязнью. «Хотите, чтобы Эфа отжала артефакт?» «Этого не случится», — заверила герцогиня. Миллиардер переместился в центр кают компании и встал таким образом, чтобы видеть нас всех. «Дамы и господа, выслушайте меня во избежание дальнейших недоразумений. Когда я приглашал вас присоединиться к охоте, то мной двигали вполне прагматичные побуждения. Поверьте, для человека, создавшего одну из лучших судостроительных империй на планете, риски и выгода — не пустой звук. Начну с господина Иванова. «Он здесь потому, что владеет компасом, имеет достаточно сил для его удержания и обладает бесспорными талантами, о которых нам поведала герцогиня. Фактически перед нами лучший убийца России, а может и всей Земли». «Громкое утверждение», — пожал плечами Спиранский. «Но это так», — с улыбкой подтвердила герцогиня. «Что касается Кирилла Спиранского», — продолжил британец, «то он не просто коллекционер, а человек с обширными связями в среде антикваров. Господин Спиранский откроет нам доступ к людям, которые не стали бы с нами общаться при других обстоятельствах. И да, его исследования существенно дополняют мои теории, что позволит ускорить поиск». «Здесь все понятно», — резюмировала герцогиня. «У вас деньги и знания. У Кирилла то же самое, плюс связи в узких кругах. Вам не хватает мощного ясновидца и аналитика, например, меня». «Верно», — подтвердил миллиардер. «Прибавьте сюда доступ к тайным архивам Эфы». «Что за дела, герцогиня?» Я пристально посмотрел на Воронову. «Почему вы здесь?» «Я думал, что нет человека более верного князю, чем Наталья Андреевна Воронова». За реакцией женщины было очень интересно наблюдать. Сначала по лицу герцогини пробежала тень, затем оно стало грустным. В глазах промелькнуло секундное колебание, но оно сменилось решимостью и застарелой обидой, похоже на то. «Я здесь не как представитель клана», — отрезала Воронова. «Скорее, как частное лицо». «Речь идет о великом артефакте», — ухмыльнулся Спиранский. «Вы всерьез хотите нас убедить, что дому Эфы не нужен этот предмет?» «Да трубецкие горы свернут, чтобы его заполучить». «В самом деле, герцогиня...» «Джонс, безусловно, знал ответы, но вел свою игру». «Проясните господам ситуацию. Мы ведь помним, какую мясорубку устроили преступные синдикаты на улицах Фазиса, чтобы добраться до компаса. А ведь это даже не ВА. Опасения нашего коллеги, господина Спиранского, вполне обоснованы. Почему мы должны вам доверять?» «И отношения с трубецкими гораздо хуже, чем многие думают», — нехотя признала Воронова. «У нас старые счеты». «Вы были любовницей князя, — прямо заявил я, — и расстались, как говорят, друзьями». «Так говорят!» Лицо герцогини перекосилось от плохо сдерживаемой ярости, но она быстро взяла себя в руки. «Николай бессмертен, и он оставил меня, как только я постарела. Выбросил, словно ненужную вещь. А ведь между нашими родами были договоренности. Я должна была стать третьей женой Трубецкого, родить ему детей. И, вероятно, наши потомки унаследовали бы отцовский дар. А теперь...» «Что теперь?» — подбодрил сэр Джонс. «Говорите, герцогиня, все свои. У меня есть сын, — процедила Воронова, — от князя. «Бастард без единого шанса возглавить великий дом. Есть муж из низших слоев клана. Его мне подобрали Трубецкие». «Понятное дело», — обронил Спиранский. Паворитка получила отставку. Для нее выбрали фиктивного мужа. «Которого я не люблю!» — рявкнуло ясновидящее. «Ничтожество! Мы появляемся с ним исключительно на балах и светских раутах. Всякий раз, когда я иду под руку с этим Альфонсом, ловлю на себе сочувствующие взгляды. Мой сын... Его отправили на край света, защищать интересы клана. Он служит в разведке, добывает важную информацию для правящего рода. Но вернется ли он в фазис? «Эта тварь, Варвара Трубецкая, сделает все, чтобы княжеский бастард не появился в змеиных кварталах!» Ненависть оскорбленной женщины была настолько концентрированной, что Спиранский отшатнулся. Герцогиня Воронова, которую называли серым кардиналом Эфы, люто ненавидела лидера своего клана. И все же Наталья Андреевна восстановила контроль над собой. «Я не собираюсь вредить главе правящего рода. Клан стоит на единстве. Коля — один из самых влиятельных бесов империи. Избавлюсь от него, ослаблю великий дом. А потом нас сметут медведи, или волки, или еще кто-нибудь. «Так чего ж вы добиваетесь?» — не выдержал Спиранский. «Чего и все вы?» — улыбнулась герцогиня. «Я хочу жить вечно, и мой сын этого заслуживает. Почему одним повезло, а другим нет? Трубецкие! Да это же просто лотерея! Безумный рандом!» Герцогиня наговорила достаточно, чтобы отбить мне желание привязываться к Красной Поляне. «Домоморфа я туда пригоню, но с оговорками. Полная боеготовность, предельное внимание и никакого доверия Эфи. Я даже не уверен, что буду ездить через перевал, если мне потребуется попасть в город. Уж проще завести себе базу в центре города, перемещаться туда, выводить машину из гаража, а потом возвращаться в имение через многомерность. Не стоит искушать судьбу. «Коллеги!» — с улыбкой произнес британец. «Теперь, когда все прояснилось, я хочу обсудить условия нашего сотрудничества». «Так мы уже согласились», — хмыкнул Спиранский. «У нас в команде новый человек». Джонс посмотрел в мою сторону. «Мистер Иванов, вы с нами?» «Озвучьте условия», — сказал я. «Все просто», — рассмеялся миллиардер. «Великий артефакт меняет свойства наших организмов. Но это не амулет. Его не нужно носить с собой постоянно. Каждый из присутствующих получит то, что хочет. А затем мы разбегаемся». «И у кого останется эта игрушка?» — задал сакраментальный вопрос Спиранский. «В глазах Джонса лукавые искорки. А какая разница, господин Спиранский? Я вам могу соврать, что мы решим это жребием. Герцогиня скажет, что ни на что не будет претендовать. Сергей про себя подумает, что он оставит за спиной наши остывающие трупы и уйдет в закат. Правда в том, что у нас нет взаимных гарантий безопасности». «На самом деле есть», — возразила герцогиня. «Правда?» — миллиардер изогнул бровь. «Логика, мистер Джонс», — пояснила Воронова. «Тот, кто владеет артефактом, превращается в мишень. За нами будут охотиться тайные общества, кланы, правительства земли. Даже инквизиция, хотя и не факт. Мне этого не надо. Армию одаренных я создавать не планирую. Захватывать мир тоже». Спиранский и Джонс переглянулись. «Предлагаю его утопить», — сказал я. «Вот теперь уже на меня смотрели, как на сумасшедшего». «Переделываем себя и тех, кто под руку попадется», — добавил я с улыбкой, наблюдая за партнерами. «А потом избавимся». «Вы же не хотите получить планету, заселенную бессмертными существами?» «Когда все перестанут умирать, как скоро они начнут жрать друг друга, сражаясь за ограниченные ресурсы?» Мои слова возымели действие. «Сперанский хмыкнул, затем подсокол языком и медленно кивнул. Герцогиня промолчала, но я видел, что она оценила план по достоинству. Джонс наградил меня аплодисментами. «Вы умны не по годам, мой юный друг». Конечно, на моем лице появилась жутковатая улыбка. Поэтому и предупреждаю. Если кто-то из вас нарушит договор, он исчезнет. Я вам это гарантирую». Глава вторая «Директор ждет!» Очаровательно улыбнулась секретарша. Сексуальность этой особы неизменно зашкаливала, но я к этому привык. Открыв дверь, переступил порог кабинета мистера Андерсона. Внутри меня дожидались хозяин кабинета, неизвестный клановый мужик и куратор Райнер. «Доброго утра всем! Присаживайся, Сережа!» Андерсон посмотрел на меня с отеческой улыбкой. «Задал ты нам задачу. Хочу представить тебе Йозефа Домбровского, ответственного секретаря из Министерства образования. У каждого клана были свои министерства. Насколько мне известно, эти структуры автономны и управляют учреждениями, подконтрольными своим великим домам. Министр заведует школами, училищами и университетами, расположенными на территории нашей губернии, а также имеющими филиалы в чужих юрисдикциях. Я устроился на одном из свободных стульев. Райнер и Домбровский расположились по правую руку от меня. Директор занимал свое излюбленное кожаное кресло. И вся эта компания сверлила меня недобрыми взглядами. Все, кроме Андерсона, тот выглядел благодушным и даже радостным. «Уточню для порядка», — заговорил директор, перебирая какие-то бумажки в раскрытой папке. Сергей Иванов, сертифицированный в качестве одаренного второго ранга, а именно продвинутого, изъявил желание отказаться от точной формы обучения в гимназии Эфы, мотивирует занятостью на клановой службе. Напомню присутствующим, что с 1979 года господин Иванов таки примкнул к дому Эфы, установив вассальные отношения с правящим родом Трубецких, что меня сильно впечатлило и вселило гордость за наше образовательное учреждение. Вот не мог не выкрутить в эту сторону. Безусловно, факт пробуждения и достижения второго ранга меньше, чем за один год, свидетельствует о высоком потенциале ученика, продолжил директор. И я допускаю, что титул барона, полученного новым за серьезные заслуги. Даже сарказма не подпустил. Вопрос в том, готов ли Сергей освоить всю учебную программу за полгода, сдать экстерном общий экзамен и получить диплом. Прошу высказаться по этому поводу, коллеги. Что тут высказываться? Процедил чиновник из министерства. Такова воля князя. Я пришел сюда не с пустыми руками. Вот копия распоряжения, спущенного в наше ведомство сверху. Обеспечить барону Иванову свободное посещение гимназии, содействовать сдаче экстерном всех экзаменов и аттестовать в течение первого года обучения. То есть летом, вставил директор. Получается так, пожал плечами Домбровский. У меня не возникает сомнений в том, что Иванов сдаст нормативы по боевым дисциплинам, заявил Андерсон. Все преподаватели отмечают мастерское владение этим гимназистом всеми видами оружия. Но что с теорией, господа? Криптоистория, каббалистика, геометрика, иностранные языки? Взоры обратились на куратора Райнера. Контрольные зачтены, последовал невозмутимый ответ. Точной дисциплины на посредственном уровне, с остальными проблем не возникает. Преподаватели-языковеды в полном восторге. Ну еще бы, с моим-то количеством перерождений. За минувшие тысячелетия я побывал в стольких странах, погрузился в такое количество культур и научился свободно разговаривать на таком количестве языков, что меня можно было бы назвать полиглотом экстракласса. И это не считая мертвых языков наподобие латыни или наречий североамериканских индейцев, которые сейчас нафиг никому не упали. Вот. Домбровский придвинул Андерсону бумажку. Второй экземпляр полученного нами распоряжения. Когда я говорил о содействии, то прямо цитировал князя. Вы меня хорошо понимаете, господин Андерсон? Очень хорошо. Директор сглотнул. Он не может не сдать. В точку! Улыбнулся чиновник. Если Иванов не дочертит парочку линий между знаками, мы закроем на это глаза. Таково решение лидера. Раз тема закрыта, разрешите откланяться. Сухо произнес Райнер. Мне кажется, неуловимый куратор обиделся. Вчера я отчислился с факультатива помехам, а на меня, вероятно, делались ставки. Но согласитесь, зачем мне эти допотопные витязи, если я могу осваивать мощные машины под руководством Моро? «Да-да, не смеем вас больше задерживать», — кивнул директор. Райнер поднялся со своего места и, проходя мимо, бросил. «Удачи!» Когда дверь за пилотом захлопнулась, я не выдержал. «А чему вы так улыбаетесь, Глеб Олегович?» «Ну, как же!» Андерсон выглядел словно кот объевшейся сметаны. «Одним проблемным учеником меньше. Для тебя же нет авторитетов, Сергей! Ты можешь вызвать на дуэль хоть Барского, хоть Разумцева, а потом еще за головами их родственников прийти. Поверь, ты у меня сдашь все с первого раза и отправишься на все четыре стороны». Чиновник заинтересованно наблюдал за нашим диалогом. «Ты же в курсе, что попал на Вендетту», — добавил директор. «Мы не знаем, где ты живешь, так что забери уведомления у секретаря». «Сухомлинский, буднично поинтересовался я. Вижу, ты совсем не удивлен». «Совсем нет». Директор бросил на Домбровского красноречивый взгляд. Дескать, что и требовалось доказать. Чиновник отнесся к ситуации равнодушно. Не я первый и не я последний иду по трупам, огибая правила. «В общем, приказ о твоем переводе на заочную форму подписан», — сообщил Андерсон. «Остается утвердить печатью с разрешения господина Домбровского». «Разрешаю», — лениво буркнул чиновник. Андерсон достал из ящика стола круглую печать, дунул на нее, шлепнул по какой-то бумажке и протянул мне. «Готово». «А мне это зачем?» «Передай секретарю. Не в службу, а в дружбу». «Да, без проблем». Поднимаюсь, отодвигаю стул и прощаюсь со своими благодетелями. «Рад нашей встрече, господа». «Адиос, навхамди, сайонара, хошчакал». «Простите за мой халифатский». «Иди уже», — хмыкнул Андерсон. В приемной блондинка оторвалась от пишущей машинки и бросила на меня томный взгляд поверх очков в роговой оправе. Не припомню, чтобы она раньше носила очки. Может, для солидности. Хотя наиболее солидно выглядели ее буфера под белой блузкой, верхние пуговицы которой вообще не застегивались. Это вам. Я передал приказ. Секретарша пробежалась глазами по документу и потянулась к стеллажу за папкой «Исходящая». Красиво потянулась. Я аж засмотрелся. «Мне пришло уведомление от Сухомлинских», — вспомнил я. «Расписываться нужно?» «Сейчас». «Хорошо, что напомнил». Блондинка достала и вторую папку. Порылась внутри, выдала мне гербовый бланк с кучей подписей и печатей. Подпись не нужна. Это простое извещение. Распрощавшись с секс-бомбой, я вышел в коридор. В извещении было указано, что род Сухомлинских объявляет Вендетту, барону Иванову, в связи с гибелью их наследника. Поскольку мы принадлежим одному клану, Великий дом не вмешивается. Ни одна из сторон конфликта не получит поддержку. Вендетта считается завершенной после гибели ответчика либо уничтожения бойцов рода. Сухомлинские оставляют за собой право привлекать наемников, которых я могу убивать, если того требуют обстоятельства. Согласовано с княжеской канцелярией. Копии отправлены в полицию и службу безопасности дома Эфы. Подписи печать Барского в наличии. Прозвенел звонок. «Мне еще оставалось уладить одно маленькое дело, и я направился прямиком на первый этаж, а оттуда во двор». «Привет!» Игорь Гриднев пожал протянутую руку. «Здорово, братан!» Ираклий стукнулся со мной кулаками и крепко обнял. «Ты чего прогуливаешь?» «Я не прогуливаю». Мы стояли в беседке под порывами ледяного ветра. Ребята дрожали, а серое небо должно было вот-вот разродиться очередным дождем или снегом. «Мы с вами до лета уже не встретимся. В школе, во всяком случае». «Здорово!» – проворчал Игорь. «Титул получил и зазнался. Слухи о моем приобщении к сливкам общества распространились по гимназии молниеносно. Думаю, с подачи Барского. А может и нет. Регина тоже в курсе последних клановых новостей». «И не думал. Я беззлобно ткнул бывшего старосту в плечо. Поэтому вы здесь, между прочим». «А девчонок не захотел звать?» – удивился Ираклий. «У меня к вам двоим разговор и довольно серьезный». «Что случилось?» – нахмурился Гриднев. «Я собираюсь получить аттестат в этом году, ребята. Перехожу на заочку. Поэтому и сказал, что появлюсь в гимназии не раньше лета. Но это не все. Вы знаете, что я теперь в клане с баронским титулом». «Так это правда». – перебил Игорь. «А я тебе говорил!» Кучеряшка расхохотался. «С тебя, гурули!» «Будет тебе, гурули!» – насупился Гриднев. «Народ, вы меня не слушаете. Титул подкреплен родовыми землями, и я собираюсь построить на них усадьбу. Земли в Красной Поляне». Ираклий присвистнул. «Я это к тому, что мне потребуются люди. Те, кому я смогу доверять. Вам, парни, я доверяю. Так что, Игорь, тебя я хочу позвать кинетиком в свою родовую гвардию. И, вероятно, пилотом меха. Но после того, как ты доучишься у Райнера. Что касается тебя, братан, перевожу взгляд на бывшего соседа по парте. «Мне, безусловно, потребуется целитель. Но не сейчас, а лет через пять, когда ты уже поучишься в академии и будешь разбираться в медицине». «Хочешь присягу на верность?» — заинтересовался Гриднев. «Я могу хотеть что угодно». Продолжаю наблюдать за реакцией друзей. «Вопрос в том, готов ли каждый из вас пойти за мной в будущем. Сразу предупреждаю, я выйду из клана». «Чего?» — охренел Ираклий. «Ты в своем уме, бро?» «Поверь, да. У меня есть определенные договоренности. Есть видение того, с кем не стоит связываться. Я планирую стать вольным ариста со всеми вытекающими. И укрепить свой род настолько, чтобы ни один великий дом не смотрел в мою сторону с нездоровым интересом». «Громко сказано», — заметил Игорь. «Верить или нет, ваше право. Но ответ нужно дать сейчас. Во всяком случае, Игорь, от тебя я хочу его услышать. Ты с Эфой или со мной?» Момент очень тонкий. Я знал, что Гриднев простолюдин. Семья возлагает большие надежды на кинетика, но без титула ему далеко не пробиться. Службы у третьесортного рода, подвиги в горячих точках, сомнительные перспективы. Пилоты мехов считаются элитой, как и прыгуны-диверсанты, но далеко не все доживают до пенсии. «Хрен с тобой!» Игорь добродушно ухмыльнулся. «Принимай в ряды!» «Знал, что могу на тебя положиться». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Игорь задумчиво посмотрел на беговую дорожку, по которой даже на перемене мастер Мерген гонял учеников. Никто еще не проворачивал со змеюками такие вещи. Никто не поднимался из ПСП до баронства и второго ранга одаренности за полгода, резонно возразил я. «Верь мне, Игорек, зарплатой не обижу». «Про меня не забыли?» — подал голос Ираклий. «Через пять лет буду латать ваши безмерно пафосные задницы, если протянете столько». Гимназия сковывала мне руки, и теперь я вздохнул с облегчением. Нет смысла играть по правилам системы, когда плывешь против течения. Я не винтик для великих домов. Я шип, который заклинит все их отлаженные механизмы. Теперь мне предстоит построить родовое гнездо, выйти из тени и... заняться очень серьезными вещами. Колонии Маруан, великим артефактом, пятью заказами Трубецкого. И все это провернуть таким образом, чтобы не привлечь внимание инквизиции. Собираюсь ли я готовиться к экзаменам? Фу! Делать нечего. Трубецкой служит гарантом того, что я сдам любые предметы и получу аттестат. Я мог бы и вовсе его не получать, но лишним не будет. Благо для овладения этой бумажкой мне ничего делать не нужно. Усевшись в водительское кресло Борея, я прикинул дела на сегодня. Для начала нужно заскочить на почту, проверить ячейку. Добрый Эх должен прислать ответ по моему запросу, касающемуся знаков на внутренней поверхности маски. Я был уверен, что хитрожопый фанатик превратил это изделие в мощный артефакт, но каковы свойства маски? О подобных вещах следует знать заранее. Второй пункт. Ангар в Пригорье, где меня дожидается выделенный кланом мех. На прошлой неделе у меня был довольно жесткий разговор с одним из военных чинов Эфы. Трубецкой предсказуемо хотел спихнуть мне неликвид. Пришлось поставить ребят на место, дать перечень из конкретных моделей, устраивающих меня на сегодняшний день. Список мне помогла составить моро. Что именно я увижу в ангаре, тайно покрытое мраком? Если останется время, сгоняю к местным коммунальщикам и выясню, насколько далеко от моего участка в Красной Поляне пролегают коммуникации. Газа там, естественно, нет, или я думаю, что нет. Опоры ЛЭП я видел. Да и в усадьбе Кабали и все в порядке с освещением. Водопровод и канализация тоже больные вопросы. Но есть подозрение, что в элитном поселке с этим разобрались. Ночью Шагот отплывает из Марины. Курс – Средиземное море. Джонс и его отбитые партнеры направляются в древний город Сус, который в моей реальности находится в Тунисе, а здесь в одном из эмиратов распадающегося халифата. Двигаясь с постоянной скоростью до 30 узлов, субмарина прибудет на место через 72 часа. Я отказался от сомнительного удовольствия провести трое суток в консервной банке эксцентричного миллиардера. Порешав свои дела в Фазисе, я сяду на дирижабль и отправлюсь в Сус, как обычный турист. Виза мне не нужна, спасибо клану и его дипломатии. Почему я не лечу на бродяге? Да потому что не знаю, сколько времени проведу в Тунисе. А Джан учится в школе. Так что я уже собирался завести двигатель, когда в лобовое стекло прилетел топор.